Все о Reaper 5 с Kenny Joy Урок 9. Посылы Теперь рассмотрим посылы Создадим трек И перетащим на него какое-нибудь аудио По умолчанию настроено так, что мы тут же можем его прослушать Это потому что каждый новый трек Reaper по умолчанию отправляет на мастер-посыл Давайте кликнем вот по этой кнопке Route Появится вот такое окно И вот здесь отмечен этот мастер-родительский посыл Как я сказал, он активирован по умолчанию Если мы его отключим И запустим воспроизведение Трек проигрывается, но мы его не слышим Потому что он не посылается на мастер-посыл Который в свою очередь посылается на главные выходы нашего аудиоинтерфейса Это можно увидеть в матрице маршрутизации Заходим во View И вот матрица маршрутизации Ее также можно открыть с помощью комбинации клавиш Появится вот такое окно, в котором отображается маршрутизация всего нашего проекта Сейчас проект очень простой Всего один трек Но позднее вы увидите, какой сложной может быть эта матрица Итак, как я уже говорил, трек Акустик Гитар идет на мастер-посыл И этот посыл можно включить или отключить прямо здесь Выключаем И трек мы больше не услышим Включаем И мы снова его слышим Сам мастер-посыл вот отсюда посылается на другие выходы По умолчанию он посылается на главный выход Выходы 1 и 2 нашего аудиоинтерфейса Но это можно изменить Уберем посыл, удалив его в этом окне И вместо этого направим его в наушники Проиграем трек Трек звучит Но мы не слышим его в наших мониторах Мы слышим его в наушниках Потому что мастер-посыл, на который отправлена гитара Отправляется на выход на наушники В моем случае это выхода 3 и 4 Давайте это удалим И отправим на главный выход Теперь трек мы будем слышать Включать и отключать мастер-посыл Можно также с помощью правого клика вот здесь Сейчас он включен Теперь выключен И это сразу видно Видите, кнопка раут стала красной Это сигнал о том, что аудио никуда не послано Это как бы предостережение, что мы сейчас ничего не услышим Потому что аудио с трека никуда не идет Сделаем еще один правый клик И вернем мастер-посыл Кнопка стала вот такая Буква М в левом углу говорит нам о том, что трек посылается на мастер-посыл Включать и отключать мастер-посыл можно также с помощью модификаторов Зажав на PC Alt, а на Mac и Option, и кликая по кнопке Route, вы можете включать и отключать мастер-посыл Отключим его Не слышим Теперь включим Сейчас слышим Это более быстрый способ включения и выключения мастер-посыла По сравнению с правым кликом и отключение посыла вот в этом окне Но это та же самая операция Теперь рассмотрим проект посложнее В этом проекте у нас пять треков Бочка Малый барабан Хай-хэт И два гитарных трека Одна в левом канале, вторая в правом Послушаем Сейчас все треки идут на мастер-посыл Это видно вот здесь Видите букву М на каждом треке? Опять-таки, это можно отключить Сделав правый клик, и вот тут отключив его Или с помощью модификаторов Это также можно сделать с помощью временных групп Можем выделить все треки и отключить мастер сразу на всех треках Правый клик Теперь все треки от мастер-посыла отключены И мы их слышать не будем Теперь давайте сделаем для них трек-шину Создадим вот тут трек И назовем его шина Бас И теперь все треки пошлем на этот трек-шину Это можно сделать по-разному Например, с помощью матрицы маршрутизации Вот список наших треков А вот мастер-посыл Обратите внимание, он отключен А вот посыл трека шины на мастер-посыл активирован И теперь все остальные треки мы можем отправить на шину Просто следуем по сетке и отправляем бочку, малый барабан, хай-хэт и гитары Обратите внимание вот на эти крестики Они не дают нам послать трек на самого себя Например, мы не можем послать шину на шину Это создаст фидбэк Теперь проиграем проект Мы слышим треки Но слышим мы их не с мастер-посыла Мы слышим их с выхода трека-шины Вот с этого Если мы его отключим Треки проигрываются, но мы их не слышим Потому что весь звук отправлен на эту шину То есть этот трек мы можем использовать для создания подмикса И регулировать громкость всех треков сразу вот здесь Можем мютировать их Солировать Это удобно для управления сразу всеми треками, когда они посланы на шину Мы можем обработать эту группу треков эквалайзером или компрессором Также обратите внимание, что вот здесь в углу появились маленькие буквы S Буква S показывает, что данный трек куда-то послан Буква M пропала, что значит, что трек больше не идет на мастер-посыл А буква S говорит нам, что он куда-то послан В данном случае на шину Снова сделаем правый клик И вот тут в разделе посылы мы видим, что треки отправлены на шестой трек шину Отключаем, и кнопка стала красной Посылов нет Мы также можем сделать правый клик и отправить треки на шину прямо в этом меню Зайдем в посылы и отправим их все на трек шину И они снова на этом треке Если мы хотим установить уровень посылаемого на шину сигнала То это можно сделать на каждом треке в окне раутинг Зайдем в раутинг трека бочки И вот тут внизу показан наш посыл С громкостью, панорамой, мьютом То есть мы можем замютировать бочку Теперь она не посылается на шину Несмотря на то, что сам трек не замютирован В этом же окне можно и создавать посылы Давайте я удалю его, чтобы вам показать Посыл создается вот тут Давайте пошлем трек на шину И появляется тот же самый посыл Та же самая громкость, панорама, мьют Обратите внимание, что по умолчанию посыл стоит после фейдера Это значит, что уровень сигнала посыла зависит от этого фейдера То есть положение фейдера определяет уровень посылаемого с трека сигнала Давайте уберем посылы со всех этих треков Все посылы исчезли Теперь возьмем бочку И отправим на шину только ее И теперь мы будем слышать только бочку Но поскольку это постфейдерный посыл То положение этого фейдера имеет значение Если мы полностью опустим его То бочку мы перестанем слышать То есть сигнал забирается с фейдера и посылается на шину Но если вы хотите разделить сигналы, создав совершенно независимый посыл То это можно сделать здесь Выбрав вместо постфейдер, префейдер И теперь трек и посыл независимы Теперь перемещение этого фейдера Не влияет на сигнал, посылаемый на шину Что очень полезно для создания микса в наушниках Давайте покажу Удалим это Теперь снова направим все эти треки на шину Но перед этим давайте кое-что изменим в предпочтениях Откроем окно Preferences Зайдем в раздел настроек треков и посылов по умолчанию И вот тут видим, что по умолчанию все посылы постфейдерные Но это можно изменить Давайте сделаем их префейдерными И давайте изменим громкость по умолчанию на бесконечно малую Сделаем ее минимальной Для постфейдерного посыла это наиболее безопасный вариант То есть сигнала не будет до тех пор, пока мы не увеличим его громкость Теперь, создавая новый посыл в матрице или по правому клику Будет создаваться префейдерный посыл с полностью убранной громкостью Нажмем Play Пока ничего не слышно Но если мы зайдем в раутинг трека шины То вот тут справа у нас список всех приемов трека шины У этого трека шины никаких посылов нет У него есть приемы, зеркально отображающие посылы каждого из треков То есть все органы управления, что мы видим вот тут, в источнике сигнала Есть и на принимающей стороне, на треке шине И здесь у нас все посылы в одном окне И все они префейдерные, с полностью убранной громкостью То есть теперь мы можем создать отдельный, совершенно независимый микс на шине Например, нам нужен отдельный микс в наушниках Давайте это сделаем Давайте сделаем микс Вот бочка Мы также можем панорамировать каждый отдельный посыл Вот мы создали совершенно независимый микс для наушников И чтобы показать вам разницу, представим, что исполнитель в своем миксе, например, не хочет слышать хай-хэт Уберем его Микс для музыканта будет вот таким Можем это закрыть Пошлем все эти треки обратно на мастер-посыл То есть у себя в контрольной комнате мы будем слышать обычный постфейдерный микс А этот трек убираем с мастер-посыла Музыкант в своих наушниках наш нормальный микс не слышит Вместо этого отправляем его на аппаратный выход В нашем случае это выход, к которому подключены наушники Это также можно сделать вот тут Нажимаем аппаратный выход И посылаем напрямую на наушники Теперь музыкант в своих наушниках Слышит созданный нами микс без хай-хета С этого трека А в контрольной комнате мы слышим вот этот микс Потому что активирован мастер-посыл В нашем миксе мы слышим хай-хэт А здесь микс другой Давайте снова пошлем его на мастер-посыл А эти уберем с мастер-посыла Музыкант в наушниках слышит вот такой микс Видите, какими универсальными могут быть посылы Можно создать отдельную шину с компрессией Поместить ее сюда Создать свой микс Послать его на компрессор И затем смешать сигнал с исходными необработанными треками Это будет так называемая параллельная компрессия Посылы можно использовать и для возвратов эффектов Это я вам покажу в следующем видео Сейчас же покажу вам, как еще можно создавать посылы Давайте их все отключим в матрице На PC нажмем Alt на Mac и Option И удалим посылы на шину Вернемся в Preferences Вернем как было Постфейдер 0 дБ Вот сейчас эти треки никуда не посланы И мы их не слышим Но мы можем послать их на шину перетаскиванием Берем кнопку Раутинг Захватываем ее И бросаем вот сюда Смотрите, курсор принял форму кабеля Если я теперь отпущу кнопку мыши, бочка отправится на этот трек Постфейдер, полная громкость Мы будем ее слышать То же самое с малым барабаном Просто бросаем сюда Хай-хэт Можно бросать на любую область трека И он будет отправлен на этот трек к шину Вот так тоже можно создавать посылы Теперь все треки отправлены на шину Послушаем Идеально Повторюсь, что посылы используют для создания шин Миксов в наушниках Параллельных эффектов Подмиксов групп однотипных треков И даже для возвратов эффектов Что я очень скоро вам и покажу Ну вот что такое посылы в Риппере Поехали дальше